Всем привет! С вами Велфикс.ру. На дня к нам пришел новый очиститель воздуха Xiaomi Mi Air Purifier 2S. Это уже третья модификация очистителей воздуха от Xiaomi. Остальные версии у нас также есть в продаже. Ссылку на них мы, как обычно, оставим в описании. Это устройство входит в уже стандартную линейку «Умный дом» и, естественно, им можно управлять с помощью приложения «Мехом». Но обо всем по порядку. Приезжает устройство в обычные стандартные уже коробки из переработанного картона. Но, в отличие от большинства других гаджетов от Xiaomi, в ней не прячется другая, более качественная коробка. Сэкономили. Комплектация устройства скудная. Инструкция, как обычно на китайском языке, сам очиститель воздуха, фильтр-очиститель воздуха, который находится внутри, и кабель зарядки. Не забывайте то, что у кабеля китайская вилка, поэтому вам обязательно нужен переходник. Должен отметить, что каждая деталь упакована индивидуально, поэтому при транспортировке точно ничего не поцарапается. Изготовлен увлажнитель из гипоаллергенного и термоустойчивого белого АБС-пластика. Очень приятный на ощупь. Габариты устройств точно такие же, как и в предыдущей версии Xiaomi Mi Air Purifier 2. Высота 54 см, длина и ширина по 24 см. Вес устройства с фильтром 4,5 кг. Мощность очистки 310 кубических метров воздуха в час. Очищает комнату размером до 37 метров. А диаметр самого вентилятора 20 см. Внутри устройства прячется воздушный фильтр. Доставать его очень легко. Необходимо открыть задний отсек, потянуть за язычок и он достаточно легко вылезает. Кстати, все фильтры совместимы с предыдущей версией. Также осталось три типа фильтров. Это стандартный воздушный фильтр синего цвета, улучшенный стандартный фильтр зеленого цвета, у которого угольный фильтр внутри, и антибактериальный фильтр, который имеет фиолетовый цвет. В очиститель встроен хепа-фильтр 11 класса. Что такое вообще хепа-фильтр? Это высокоэффективные фильтры, цель которых удалять из воздуха мелкодисперсные частицы. В том числе частицы PM2,5, то есть диаметром менее 2,5 мкм. А это, в свою очередь, 0,25 мм. А 11 класс говорит о том, что со 100% вероятностью 95% этих частиц осаждается фильтр. И практически со 100% вероятностью остальные 5% также осаждаются в нем. Но итоговую эффективность принято считать в 95%. Кстати, хепа-фильтры пылесосить нельзя. Не поможет. При включении очистителя он показывает остаточный ресурс фильтра. Также эту информацию можно посмотреть в приложении на телефоне. При окончании этого ресурса фильтр просто нужно выбросить в помойку и поставить новый. Каждый фильтр уникален. На нем есть специальная пометка RFID, поэтому повторно его использовать и не получится. Он просто не будет работать. Еще немного математики. Производители утверждают, что очиститель справляется с размером комнаты до 37 метров. На самом деле все не совсем так. Все зависит от высоты потолка. Считается, что очиститель полноценно справляется со своей задачей, если в течение одного часа пропускает через себя весь объем воздуха в помещении не менее трех раз. Поэтому, учитывая, что средняя высота потолков нашей квартиры до 2,5 метров, а Purifier пропускает через себя в 1 час 310 кубических метров воздуха, поэтому можно с легкостью посчитать, что этот очиститель справится с комнатой более 41 метра. Как же работает само устройство? Да очень просто. С трех сторон очистителя находится перфорированное отверстие, через которое производится забор воздуха. Далее он проходит через фильтр, очищается и выбрасывается в помещение с помощью вот этого вентилятора. С задней стороны очистителя находится лазерный датчик, который считывает информацию о количестве пыли в помещении и видит пыль размером до 0,3 микрометра. На основании показаний этого датчика Purifier работает в автоматическом режиме, то ускоряясь, то замедляясь. Кстати, этот датчик необходимо обязательно чистить, его даже можно иногда пылесосить. Открывается он очень просто – давливанием скрытой кнопки задней части гаджета. Основные задачи, с которым справляется этот гаджет – это удаление формальдегидов, удаление запахов, в том числе от курения, и удаление пыли из воздуха. Так что в вашей квартире всегда будет очень чистый и свежий воздух. Сверху на крышке расположилась главная кнопка управления устройством. С помощью нее происходит включение устройства и при более длительном зажатии – выключение гаджета. Так, при быстром нажатии на кнопки происходит переключение режимов. Всего в устройстве три режима. Первый – автоматический, который сам анализирует окружающую среду и либо увеличивает, либо уменьшает работу вентилятора. Ночной, который работает абсолютно беззвучно, но при этом проводит вентиляцию квартиры. И ручной – вы сами можете запрограммировать скорость работы вентилятора по вашему усмотрению. Также сверху на крышке расположился датчик освещения, который наблюдает за количеством света в комнате и автоматически регулирует подсветку OLED-дисплея. Так что в темное время суток дисплей вам мешать не будет. Как раз мы подошли к самому главному изменению по сравнению с предыдущей версией. В версии Purifier 2S появился новый небольшой OLED-дисплей. Он вводит информацию о текущей загрязненности в комнате, температуре и влажности, о соединении по Wi-Fi и режиме, в котором работает гаджет. Также внизу горит индикатор в виде полоски, который может подсвечиваться разными цветами – красным, желтым и зеленым, в зависимости от загрязнения воздуха. Естественно, как и большинство гаджетов от Xiaomi, очиститель – это умное устройство, которое полностью может управляться через приложение Mi Home. Абсолютно все действия можно делать через это приложение. Очень рекомендую поставить его. Коннект телефона с устройством производится элементарно. Вы заходите в приложение, находите очиститель воздуха версии 2S и дальше действуете в соответствии с указанием помощника. При первом включении, скорее всего, приложение также предложит обновить прошивку. Советую вам это сделать. В приложении вы сможете увидеть всю ту же самую информацию, что и на дисплее очистителя. А именно, текущую загрязненность комнаты, температуру и влажность окружающей среды, и текущий остаток фильтра, количество дней до замены фильтра и текущую комфортность условий в помещении. Также он покажет, сколько дней вы живете с чистым воздухом и количество очищенного воздуха. Также вы сможете удаленно включать и выключать устройство и выбирать необходимый вам режим. Еще в приложении есть возможность изменения различных настроек. Например, вы можете включить таймеры работы очистителя, а точнее настроить время, когда он будет работать в определенном режиме, когда будет отключаться и в какое время ему переходить в тихий ночной режим. Это очень удобно. Настроил один раз и не надо залезать в приложение для перенастройки. Также вы можете включить уведомления об ошибках, звуковые сигналы уведомлений, включать и выключать подсветку дисплея и включать родительский контроль. Эта функция отключает возможность управления устройством вручную. То есть им можно пользоваться и настраивать только с приложения. Это очень удобная функция, если у вас есть маленькие дети, которые очень любят понажимать на кнопочки. Ну что, проверим работу очистителя в действии? На самом деле у нас в офисе достаточно чистый воздух, потому что у нас есть внутренняя вентиляция. Но мы попробуем ухудшить эту ситуацию и покурим прямо здесь, на этом месте. И проверим, насколько очиститель сможет справиться с запахом и очистить все помещение. Надеюсь, что мы правильно выключили пожарную сигнализацию, иначе у нас будут большие неприятности. Ну что, у меня есть пепельница, сигареты, зажигалка. Сейчас я закурю и посмотрим, что будет показывать этот очиститель. Кстати, сейчас он работает в авторежиме. Вы обратите внимание, как он тихо работает. Сейчас я ради интереса включу самый сильный режим, который мне настроен сейчас, индивидуальный. Вот такой шум он издает на максимальной скорости. Переходим в авторежим и курим. Посмотрим, что он сделает. И, кстати, проверим, за какое время он очистит воздух. От запаха и всех вот этих смол. Уже показатель 600. Это, кстати, максимальный показатель. Ждем. Ну что, ребята, прошло практически полчаса. Площадь помещения у нас на самом деле очень большая, на которую даже не рассчитан этот очиститель. Но он справился с задачей вполне хорошо, поэтому я за это ставлю ему оценку 5. Ну что, друзья, пришло время рассмотреть плюсы и минусы этого устройства. В первую очередь плюсами являются удаление формальдегидов и различных запахов, и очищение естественного воздуха. Также хочу отметить, что аппарат работает очень тихо. Вот сейчас, в настоящий момент, он работает в авторежиме, при этом я его абсолютно не слышал. Из минусов, которые я увидел, это фактически полное отсутствие каких-то технических изменений по сравнению с предыдущей версией, которая называлась Xiaomi Mi Air Purifier 2. Единственное изменение, которое здесь произошло, это появление нового OLED-дисплея, на котором появляется информация. Разница в целых между текущей версией 2S и предыдущей второй примерно 20%. Нужен вам этот дисплей или нет, решать, конечно, вам. Друзья, если вам понравился очиститель воздуха Xiaomi Mi Air Purifier 2S или предыдущая версия, вы всегда можете их заказать в нашем магазине bellfix.ru. Ссылка, как обычно, будет в описании. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пиз.